Победу на конкурсе юных дарований «Синяя птица» — единственный путь, который этот талант ребёнка предлагают купить. В разгар отборочного этапа вымогатели буквально засыпают сообщениями родителей участников. Гарантированный выход в финал и большое артистическое будущее мошенники оценивают в 150 тысяч рублей. Перспективу этой схемы оценила Елена Ерофеева. Соня 14, но ребус от мошенников разгадала быстро. В конце августа подала заявку на участие в конкурсе «Синяя птица». Через несколько дней от доброжелателей пришло сообщение — 150 тысяч рублей и девочка в финале. Добрый день, Соня, даже без запятой. Цена поддержки от самого начала конкурса до финала — 150 тысяч плюс продюсерское прослушивание. Непонятная вещь. С таким неприличным предложением обращается пользователь под ником «Синяя». Сначала называет сумму 150 тысяч, когда родители не реагируют, цену снижает до 80. Я тут же ответила, что в помощи такой не нуждаюсь, что мой ребенок и так талантлив, и все будет по совести. В бешеном ритме концертов и выступлений, разрываясь между домом, Москвой и Санкт-Петербургом, Полина Чиркина находит минуту для интервью. Это она в прошлом году стала победителем первого всероссийского конкурса «Синяя птица». Ну, не складывалось такое впечатление, что как кого-то специально так говорят, нахваливают. То есть всем все говорили честно, я считаю. То есть ты считаешь, что конкурс честный? Я считаю, что «Синяя птица» честная. Ведущая проекта Дарья Златопольская шокирована наглостью виртуальных мошенников. Вымогать деньги, когда зачастую родители не могут купить ребенку музыкальный инструмент, берут кредиты. Ведь очень часто талантливые дети из небогатых семей. Никогда не думаете, что можно, заплатив кому-то за какие-то портфолио, какие-то взносы и так далее, купить своему ребенку пропуск в мир, где его ждет слава, успех и так далее. В Доме культуры «Мечта» города Сосново-Борска Софья и Маша репетируют свой выход на большую сцену. Они прошли отборочный тур в Красноярске и уже точно едут в Москву. Педагог по вокалу Наталья Диканова показывает сообщение. Ей тоже предлагали протекцию на всероссийском конкурсе, но ответ был категоричным. Ее воспитанницы будут покорять зрителей своими голосами. Я думаю, что конкурсы такого уровня проходят только честным образом, потому что «Синяя птица» — это эталон культуры, классического, настоящего. Поэтому у нас даже не возникло никакого сомнения. «Синяя птица» — конкурс безупречной репутации. В жюри деятели искусств мирового уровня дорожат своим авторитетом и стараются среди тысяч поющих и танцующих детей найти поистине талантливых. Надо выйти и играть без фонограммы, петь без фонограммы. Здесь невозможно выйти за ребёнка, здесь нельзя включить фонограммы, это другой жанр. Организатор ещё раз напоминает — участие в конкурсе бесплатное. Продвижение по блату и за деньги не работает. Талант — единственный путь к успеху. Елена Ерофеева, Татьяна Степова и Павел Костриков. Вести.